привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников мы продолжаем разговор про потоки энергии и в сегодняшнем ролике я собираюсь разобрать три сюжета так или иначе связанные с предыдущими двумя роликами надеюсь что вы их уже смотрели или посмотрите и первый сюжет это вопрос из конца предыдущего ролика а формулируется он так у нас имеется коаксиальный цилиндрический конденсатор вот его обкладке показаны черным электрическое поле заряженного конденсатора показано синими стрелками она направлена для радиуса и этот конденсатор помещен в стационарное магнитное поле которое направлено вдоль оси цилиндров ну и соответственно по рассуждению раз здесь имеются скрещенные электрическое и магнитные поля то этому полю можно приписать и наличие векторопойнтинга который направлен по окружности он циркулирует вот таким образом циркулирует энергия ну и между прочим я об этом в прошлых роликах не говорил с вектором потнинга связана не только энергия но и и импульс так что еще и импульс электромагнитного поля вот так должен циркулировать и все это кажется очень странным но тем не менее имеется простой мысленный опыт который разрешает вот кажущийся парадокс мы представляем себе что пространство между обкладками заполнена некоторой средой проводящий ну пусть она достаточно плохо проводит электрический ток тогда конденсатор будет разряжаться медленно но долго и в направлении электрического поля у нас возникнет вот такой радиальный электрический ток и на носители этого тока со стороны магнитного поля будет действовать сила лоренца и не трудно видеть что это сила лоренца направлена точно также так как был направлен в заряженном конденсаторе вектор понтинга ну и вот такой конденсатор разряжается и постепенно иду если он подвешен без трения на оси начинает вращаться в результате он разрядится и момент импульса который был запасен в поле перейдет в момент импульса ну материала конденсатора он будет вращаться таким образом мы пронаблюдаем но по крайней мере в мысли нам опыте закон сохранения момента импульса кстати у нас есть такой ролик недавний посмотрите его кто не смотрел а третий наш сюжет будет связан с тароидальным трансформатором который изобразил здесь и у него первичная обмотка будет находиться внутри а вторичная снаружи две тароидальных поверхности ну и давайте тезисно пройдемся когда по первичной обмотке течет переменный электрический ток вокруг нее по закону электромагнитной индукции фарадея наводится вихревое электрическое поле я вот здесь условно вот этими синими линиями показал первый тезис второй тезис мы знаем что из тароидальной обмотки магнитное поле не выпадает она находится целиком внутри этой обмотки следующий тезис 3 с другой стороны трансформатор работает это означает что энергия от первичной обмотки передается наружу ко вторичной но и здесь мне нужно изобразить каким-то образом вот этими стрелочками изображу с одной стороны вектор пойнтинга направленный наружу а раз здесь имеется вектор пойнтинга то мы должны сделать вывод имеется и магнитное поле в зазоре ну и она направлена при таком расположении значит синие и красной стрелочки это магнитное поле должно быть там направлено как бы она вот так вот такие окружности которые перпендикулярны плоскости сечения в общем они или как сказать параллельно этим тароидом да можно так выразиться но мы же только что сказали что магнитное поле из тароидальной обмотки не выпадает наружу а теперь говорим что она есть снаружи и спрашивается а где здесь был подвох где ошибка в моих рассуждениях ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok